Так, а на вот это нужно поближе, мне кажется, посмотреть. Это чем они таким интересным там занимаются? Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителя номер 13. Представляете, сидел, кушал, пил чай, монтировал для вас новое видео, посмотрел в окно и увидел там вот это. Как несколько жителей выращивают какие-то то ли изумруды, то ли этот тростник, то ли я не понимаю. И, естественно, прямо сейчас я выхожу из дома для того, чтобы во всем разобраться. Но по традиции, ребята, прежде чем я приступаю к ролику, я хочу зажечь огонек на ваших экранах. Чтобы не забыть и напомнить вам, что это три комментарии с последнего видео, которые не набрали ни единого лайка. Если хочешь так же, конечно же, можешь опуститься прямо сейчас под ролик и написать любой интересный комментарий. И в таком случае у тебя будет большой шанс для того, чтобы попасть в завтрашний видосик. А сейчас, ребята, нужно действительно во всем тут разобраться. Жители какие-то улыбающиеся, привет, ребята. А эти, мягко говоря, несколько удивлены. А что у вас тут происходит, извините? Пиксель, представляешь, эти жители такие крутые деревенские лайфхаки нам показали? Я просто в шоке. Вот ты знал, что тростник можно сделать изумрудным. Изумрудным тростник? А ну, секунду, подождите, я попробую это добыть, и мне действительно выпадает эмеральдовый тростник. И, как я понимаю, это как руда, его можно переплавить и получить изумрудик. Так, его можно что, высаживать, что ли? Да, вот так вот просто его можно как будто бы размножить. Ребята, а откуда вы всё это знаете? Да мы на самом деле это долго изучали, у нас таких лайфхаков просто куча. Хочешь, можем тебе все деревенские лайфхаки показать? Конечно хочу, слушайте, ребята, это же просто прекрасная идея для ролика. Я и мои подписчики будут очень рады, если вы нам всё это покажете. Как я понимаю, первый лайфхак, я уже тут смотрю, можно действительно выращивать изумрудный тростник. И что, прям много изумрудов можно получить? Ну, у моего дяди есть такая ферма в соседней деревне, но в неделю он получает около стака изумрудов. Стак изумрудов, ты сейчас серьёзно просто с тростниковой фермы? Обалдеть, конечно, вот это находка. Слушай, житель, покажи мне ещё какой-нибудь деревенский лайфхак, это будет просто обалдеть, как интересно. Да, конечно могу, Пиксель, без проблем. Вот ты, например, знаешь, как вылечить зомби жителя? Слушай, а если честно, я, я, я реально забыл. А это же капец, ребята, как нужно, особенно в нашей деревне, на которую постоянно кто-то нападает. Нет, житель, не помню, это действительно очень важный деревенский лайфхак. Ну вот, иди как раз попрактикуйся, я хотел другим показать, но лучше ты это на ютуб выложишь, и все будут знать. Зомби жителя мы спрятали в кузнице компота, просто брось у него изделие замедление и дай ему золотое яблочко. Окей, хорошо, надеюсь, у меня всё получится. Обалдеть, у них ребята тут всё схвачено, они реально подготовили тут целую проверку лайфхаков. Но самое интересное, что они были в курсе, так, он сказал, что он спрятал, надеюсь, зомби на меня не нападёт, и вот он, вот он, дружище, он даже на меня внимания не обращает. А вот, загрелся всё-таки, его даже прикрыли вот так вот. Берём, ребята, зелье замедления, я надеюсь, у меня всё получится. Главное, сделать это всё быстро. Так, приоткроем его, так, держи, дружочек, вот так вот, держи. Господи, как бы в него бросить, так, отлично, попало, держи золотое яблочко. Держи, он трясётся, и, ну-ка, подождите, я вижу, я вижу красный эффект, и капец его трясёт, как же ему плохо, наверное, бедненький. Я надеюсь, что ему это поможет, я надеюсь, что этот житель меня не обманул. Обалдеть, его трусит, вы видите ли это, ребята? Это просто трэш какой-то, но я надеюсь, он всё-таки выздоровеет. Я прям пытаюсь поймать этот момент на камеру. Так, ну же, ну же, ну же, ну же, житель, давай, у тебя всё получится, ты справишься. Ты в душе просто самый настоящий боец, такое переживёшь. Давай, ну же, ура! Даже достижение соответствующее получаю. Обалдеть, привет, дружище. Господи, а что это было? Пиксель, ты спас меня. Я вчера ночью прогуливался, и на меня зомби напал. Да, если честно, не только я тебя спас. Во-первых, это те жители за окном, которые посоветовали мне проверить этот деревенский лайфхак. А во-вторых, я это всё с подписчиками делал. Фух, я уже думал, ты никогда не вылечишься. Но пока что, ребята, этот житель посоветовал мне два максимально правильных и крутых лайфхака. Только секундочку, нужно кое-что доделать. Нужно выпустить этого бедного носатого из заточения, а то засунули его в клетку. Почему раньше не вылечить? Да, конечно, проверить лайфхак это круто и полезно, но зачем над жителем так издеваться? Всё, выходи, дружище, не переживай, никто тебя не обидит. Трэш какой-то, ребята. Это просто, конечно, ужас. Я бы никому в жизни не пожелал даже на парочку секунд стать зомби. Вы просто только представьте, сколько всего он успел испытать за эти минуты. Он же всё-таки всё понимал. Слушай, житель, ну ты действительно был прав, лайфхак сработал. Есть что-нибудь ещё интересное? Слушай, ну насчёт зомби у меня тоже есть один лайфхак. Я могу тебе рассказать или даже показать, как правильно защитить свой дом. Показать? Слушай, ну это будет круто. И вообще, у меня появилась крутая идея. Слушай, носатый, давай ты уберёшь свою страшную улыбку реально с лица. Я дам тебе камеру, и ты покажешь моим подписчикам, как нужно защищать дом от зомби. Ну, если ты настолько сильно мне доверяешь, то, в принципе, я не против. Я думаю, что ребята будут не против, а наоборот, только за. Вы как бы из первых уст узнаете, как всё-таки можно защитить дом от зомби и быть в стопроцентной безопасности. Поэтому всё, житель, о, тебе-то, кстати, гораздо лучше. Бери мою камеру и давай, показывай подписчикам. Сейчас, секундочку, через ручеёк перепрыгну. Окей, Пиксель, как скажешь. Я тогда буду показывать всё на примере твоего дома. Хорошо, что я сегодня креатив у мэра выпросил. Устраивайтесь поудобнее, подписчики. Для начала нам нужно все стёкла заменить на железные прутья. Это очень важно, если мы, конечно, говорим о безопасности. Естественно, это не очень красиво, но лайфхак в безопасности заключается. Поэтому нам нужно всё обязательно отсюда убрать. Устанавливаем последние железные прутья и, конечно же, заменяем обычную дверь на железную. Однако самое главное не использовать никакие нажимные плиты, а только рычаг и только со стороны дома, чтобы мы в любой момент могли открыть дверь и закрыть её. То есть полностью контролировать, кто, когда и зачем заходит в ваше жилище. Также лично от себя могу порекомендовать вам установить хотя бы одну видеокамеру. Да, это удовольствие довольно-таки дорогое, и у каждого в Майнкрафте она есть. Но поверьте мне, именно с помощью этой малышки вы сможете наблюдать за всем происходящим, и в случае чего пожаловаться админу сервера. В остальном всё очень индивидуально. Можно, например, сделать дом полностью из обсидиана, и тогда нельзя будет его подорвать. Но все мы прекрасно понимаем, что выглядит это просто ужасно. Поэтому лично я рекомендую делать дом просто-напросто в два слоя. В таком случае загриферить вас будет гораздо сложнее. И вот таким несложным образом буквально за пару минут мы достаточно сильно прокачали наш дом, который защищён как от зомби, так и от назойливых игроков. Лайфхак достаточно простой, но действенный. Так, нужно пиксельную камеру вернуть. Дружище, я им всё показал, как ты и просил. Спасибо тебе огромное, житель. Я, конечно, ещё свой дом не видел, но я так, краем глаза заметил, что ты там железные прутья установил. Поэтому давайте я быстро хочу сбегать, посмотреть просто одним глазком. Обсидиан тут поставил железо. Ну знаете, этот лайфхак, наверное, я оценю более как обычный. Ничего сверхъестественного я здесь не увидел. Поэтому я, знаете, пожалуй, за добавкой скажу. Слушай, житель, ну это какой-то очень простой лайфхак. А ты можешь нам вот с подписчиками реально что-то стоящее показать? Вот что реально полезно. Ну, есть у меня один лайфхак, но он может просто не сработать. Да говори же, в этом и суть этого видео. Я вместе с подписчиками проверяю, что ты нам тут рассказываешь. Поэтому если не сработает, ну, ничего страшного. В общем-то, если в любой деревне зайти в кузницу и прокопать ровно на 38-ю высоту под кроватью, то с шансом в 40% ты найдёшь залежу изумрудной руды, представляешь? Слушай, я, если честно, даже не слышал о таком. Хотя, извините меня, пожалуйста, я в Майнкрафт больше 8 лет играю. Я никогда об этом не слышал. Ребята, а вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Подожди, то есть если прокопаться под кроватью на 38-ю высоту в кузнице, то можно найти изумрудную залежу. Окей, хорошо, житель. Пойду сейчас проверю. Хорошо, ребята, что у меня всегда есть запасные инструменты. Так, житель их не взял. Это очень хорошо. Возьму на всякий случай топоры. Мне бы какие-то факела, ребята. Но, в принципе, у меня их нету. Буду использовать огниво. Так, окей, заходим в кузницу. И под кроватью, ребята. Под кроватью. Под каким блоком он мне не сказал. Но, в принципе, окей. На 38-ю высоту нам необходимо с вами спуститься. Ладно. Хорошо. Я копаю ровно под кроватью, ребята, как видите. Ни на один блок не позволяю себе сместиться. Так скажем, для чистоты эксперимента. Так, немножечко нужно добавить здесь света, ребята. Конечно, это не факел, но хоть что-то, ребята. Хоть как-то можно добавить немножечко освещения. Да и вообще, лучше, наверное, конечно, на F3 нажать. Да, экран будет немножечко, ребята, в грязи, так называемой. Но зато мы будем понимать, на какой высоте мы сейчас находимся. Снова поджигаем огнивом, ребята. И опускаемся все ниже и ниже. У нас там была 40 какая? Так, лучше еще раз открою. Во, 43-я. Он сказал на 38-ю. Ладно, хорошо. 40-я. 39-я. И 38-я. Вы же тоже это видите? Я просто в шоке. Вы посмотрите, реально 38-я высота. Я вижу здесь изумрудную залежу. Как он и сказал? Подождите, один изумрудик, два изумрудика, три изумрудика, четыре изумрудика. Так, подождите, стоп. Я хочу обкопаться здесь вокруг. Здесь больше ничего такого интересного нету. Может быть, пониже. Но нет, ребята, уже я здесь ничего не найду. Окей, я начинаю выбираться. Обалдеть, это... Слушайте, может, это прикол какой-то? Ну, я просто реально сколько в Майнкрафт играл, и в социальных сетях я ничего подобного не видел. Ну, хорошо, ребята, что у меня есть YouTube-канал, и я могу проверить этот лайфхак с помощью вас. Зайдите, пожалуйста, в Майнкрафт на любую версию, на которой вы играете. Найдите деревню, спуститесь под кузницу на 38-ю высоту, и напишите, нашли вы там изумрудик или нет. Если да, то я буду в шоке. Правда, он сказал, что шанс всего 40%, и не уточнил, на каких версиях это работает, но тем не менее. Обалдеть. Наверное, будет справедливо, если эти 4 изумруда я отдам ему. Всё-таки, если бы не он, ребята, не получился бы такой интересный ролик. Слушай, Носатый, я поражён, но ты был прав. Эти изумруды по праву достаются тебе, и лайфхак с кроватью реально сработал. Вау, обалдеть, я никогда его не проверял. Всё-таки это была правда. Слушай, супер, но изумруды, конечно, лишние. Не-не-не-не, житель, это точно твоё. Вон с ребятами поделись. Я вижу, ты тоже такой удивлённый. Снимай я с вебкой, ребята, глаза бы мои на протяжении всего ролика были именно такие, как у этого жителя. В общем-то, ребята, я думаю, что на этом неожиданном повороте нужно заканчивать это видео. Потому что мне нужно немножечко собраться с мыслями и пересмотреть весь видеоматериал, и, естественно, показать его вам на своём канале. Не забывайте, кстати, на него подписываться, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. А также, по традиции, хочу вам напомнить, что если вы оставите комментарий сейчас под роликом, то у вас будет небольшой шанс попасть в завтрашний, если, конечно, ваш коммент не наберёт ни единого лайка. Всем большое спасибо за просмотр, ребята, до завтра и пока. А мне нужно немножечко успокоиться.